Украинские власти признают Донецкую и Луганскую области как часть Украины, но не спешат решать вопросы с пенсионным обеспечением населения. У вас, к сожалению, неверная информация. Власти Украины пытаются со всей силы и со всеми ресурсами, несмотря на то, что мы ведем войну против очень сильного противника, обеспечивать наших людей. Одним из примеров того, что мы это все делаем, посмотрите, какие огромные очереди на въезд и на выезд в современно оккупированных территориях. То есть люди едут за зарплатами, за пенсиями. Хотя, согласно всем нормам международного права, именно страна-оккупант обязана обеспечивать свои населения, которые проживают на оккупированных территориях. Даже несмотря на то, что экономика тех оккупированных районов не принимает участие в формировании бюджета Украины, мы проводим социальные выплаты, мы проводим выплаты пенсий. А у нас система пенсионная и социальная не накопительная, а заместительная. То есть мы, те, кто работает на территории Украины, из наших зарплат вычисляются налоги, которые идут в том числе для пенсионных оплат. То есть, в принципе, мы понимаем, что международное право требует от страны-оккупанта выполнять свои обязательства. Страна-оккупант отрицает и не выполняет обязательства. Но это наши люди. Так же, как и наши солдаты гибнут, потому что в нашу сторону стреляют, а мы не отвечаем, потому что вооружение стоит возле желудка. Страна-оккупант это Россия, потому что это российские вооруженные силы, незаконно пребывают на территории Украины. Кроме того, вот вы знаете, буквально на прошлой неделе президент Российской Федерации Путин подписал документ, согласно которому Российская Федерация признает документы террористических формирований. То есть, Российская Федерация де юре начала поддерживать терроризм. То есть, Российская Федерация де юре присутствует на этих территориях. А против действия терроризму есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. И по моему личному убеждению, Российская Федерация должна попадать под действие именно этих резолюций Совета Безопасности ООН по против действия террористам. Довольно сложно давать оценку происходящему в условиях информационной войны между Украиной и Россией. Конечно же, вы знаете, что особо смелыми информационными вбросами отличаются некоторые украинские сайты. Например, регулярно публикуют сводки военных действий между Россией и Китаем или дают сведения о происходящем на Украине, не соответствующей действительности. Почему правительство Украины не блокирует эти сайты? Было бы интересно узнать, что это за сайты. С огромной вероятностью могу вам сказать, опять же, по своему опыту работы в Сирии, сайты, как правило, фейковые, созданные специально, как бы, украинские, со всей украинской символикой, тематикой, языком. Но практически в большинстве своем это фейковые сайты. Кроме того, вы же понимаете, мы страна свободная, мы страна демократическая. Поэтому, если информация, которая размещается на этих сайтах, не противоречит украинскому законодательству и международным обязательствам Украины, то, конечно же, власть не будет закрывать эти сайты. Но страна демократическая. Несмотря на подписание Минского протокола, боевые действия на востоке Украины продолжались в период его действия. А с января 2015 года стороны конфликта фактически перестали его придерживаться. Осталась ли надежда у украинских властей на действенность Минских соглашений? Мы, как народ Украины, мы, как украинская законно избранная и законно действующая власть, конечно же, придерживаемся обязательств о выполнении наших международных обязательств, в том числе Минских соглашений, Минских договоренностей. Поэтому мы пытаемся найти все возможные пути возобновления диалога с участниками Минских договоренностей, для того, чтобы они заработали. Об этом постоянно говорит наш президент. Об этом постоянно говорят наши военные. Об этом постоянно говорят все граждане Украины, которые сыны и дочери, отцы, матери, которые, братья и сестры, погибают от этой войны. Поэтому политически руководство страны делало и будет продолжать делать все возможное. Для того, чтобы Минские договоренности работали. В частности, об этом шла речь в новой выступлении нашего президента на Минской конференции по вопросам безопасности. Володимир, как официальный Киев относится к активной героизации образа Степана Бандеры, учитывая тот факт, что жители юго-восточной Украины, а также Польши, Белоруссии, России и многих других стран относятся к нему в основном негативно, обвиняя в фашизме, терроризме и радикальном национализме. Но дело в том, что негативный образ Степана Бандеры, как и некоторых других борцов за свободу и права украинцев, он создавался на протяжении многих десятков лет советской коммунистической пропагандой. Это было такое пугало. И оно категорически не соответствует действительности. Я могу это заявлять ответственно, потому что из своей личной жизни. У меня мама востока Украины, а отец и западная Украина. Поэтому я всегда бывал и там, и там, и разговаривал с людьми. Не говоря уже о том, что по своей работе я изучаю большое количество документов. В том числе, очень интересно будет документы юрбергского процесса. Когда ни Степан Бандера, ни организация украинских националистов, ни украинская полстанческая армия не были осуждены и не упоминаются негативно в материалах юрбергского процесса. В отличие, например, от армии господина Бласова, благом которого сейчас пользуется соседнее государство. Они были признаны пособниками фашистов. Поэтому время, история, поставить все на свои места. Для понимания истинных процессов, для изучения нашей истории нам нужно время. Мы это время имеем и мы это время будем использовать для того, чтобы понять, как происходило, почему люди принимали те или иные решения. Но, вот вы говорите, когда в соседних странах не приемлют. Да, не приемлют, потому что это, опять же, созданное советской коммунистической пропагандой угол. Оно очень удобное. И, вот, когда нам отказывают о так называемых польских антиукраинских выступлениях, но потом мы выясняем, и наши польские друзья выясняют, а, так оказывается, это совершенно не польские выступления. Это какие-то маргинальные группы, которые выступают всегда против всех, продажные, которые на иностранные деньги отрабатывают свои 33 серебряных. У нас нет проблем с нашими соседями, у нас есть очень хорошая сотрудничество, двое и многостороннее со всеми нашими соседями, кроме, к огромному сожалению, России, где я провел много лет учебы и работы. Поэтому это все по поводу героизации. Да, герой, да, боролся за независимость Украины, да, боролся за независимость людей. Если кто-то это пропустил, я лично и здесь, в том числе, для украинцев и в Украине, которых рассказывать и объяснять, объяснять и рассказывать, а не драться хоть кулаками, хоть аргументами. Лучше, конечно, делиться информацией, делиться историей. И еще прокомментируйте, пожалуйста, высказывания российского эксперта Александра Шатилова. Современный Киев совершенно не собирается извиняться за волынскую резню, а наоборот героизирует бандеровцев и ее устроивших. Да, поляков беспокоит это, но именно США определяют, с кем Польша дружить, а с кем нет. Насколько, по вашему мнению, политика украинских властей зависит от настроений в Белом доме? Ну, я думаю, что российским экспертом нужно больше внимания обращать на свои внутренние проблемы, а не лезть в чужие дела. Да, есть, была проблема. Была проблема, вот так называемая волынская резня, это не совсем то, на самом деле, было, как это пытаются пропагандисты преподать. Пропагандисты, которые намереваются со всей силы поссорить нас с поляками или поляков с нами не выйдет. Мы найдем точки соприкосновения, которые у нас и так уже существуют. Мы решим какие-то проблемы, которые существовали в нашей общей истории между украинцами, между поляками. И решили раньше, решаем сейчас и будем решать мирным путем. Не Польша на нас, не Украина, но Польшу, как страны, так и народы, народы не возникли. Да, есть неудобные моменты в истории, но мы ведем по ним диалог, и наши польские партнеры прислушиваются, мы прислушиваемся к ним. Мы найдем решение на все эти проблемные вопросы, которые были в нашей истории. Не нужно раздувать то, чего на самом деле не существует. Ну и думать, что политика украинской власти, избранная народом Украины, поддерживаемая народом Украины, финансируемая народом Украины, зависит от власти в другом государстве. Не нужно пытаться делать из Украины объект международный. Мы есть субъект, мы самостоятельны в своих решениях. Если мы видим, что наши друзья, партнеры хотят и готовы нам помогать, мы с ними ведем диалог. Если нет, мы понимаем, что нет возможности, какой бы то ни было возможности. За время этой войны мы поняли, что в первую очередь мы должны надеяться, и можем надеяться, в первую очередь только на себя. Мы это делаем. Насколько мы внутренне сильны, настолько к нам будут отношения во всем мире. Украинская нация, украинский народ, всех этносов сейчас объединены, как никогда ранее. Невероятный подъем государственности, невероятный подъем национальной идеи, невероятный подъем украинской культуры, вне зависимости от того, к каким этносам принадлежат граждане Украины. Все мы украинцы. В государстве Украины достаточно средств, достаточно сильная экономика для того, чтобы себя защищать. Даже в условиях войны размеры украинского ВВП отмечают рост. И, например, в прошлом году рост ВВП составил более 2%, а за два месяца этого года уже составил более 4%. Это при всем том, что украинское государство тратит на войну более 5% ВВП. Поэтому у нас экономика растет, экономика развивается, у нас создаются новые предприятия, у нас создаются новые рабочие места, где люди работают и получают зарплату. Да, хотелось бы лучше. Да, не было бы войны, вот те все огромные суммы пошли бы на развитие, на реформу. Это то, к чему мы, кстати, и стремились. Это то, что нам пытаются не дать и сделать. Поэтому средства у нас на функционирование государства, на функционирование страны, на обеспечение себя продуктами, на обеспечение себя энергией предостаточно. У нас нет в этом никаких ограничений. Все в порядке. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам также, Лиле.